Сегодня вслед за коммунистами, единороссами собирались Справоросы и ЛДПР, да, Справедливая Россия в Красногорске тоже устроила свой съезд, на котором появились и Стивен Сигал, и Глеб Пьяных, и Захар Прилепин, и, в общем, пели, каламбурили. Расскажи, что это было, ты с какими-то подарками. Да, во-первых, я привез с собой сувениры, ну, надо сказать, что Справедливая Россия действительно не из последних в этом году, они, как бы, ну, вот сегодня официально стартовала компания, но мне, как журналисту, в первую очередь, вручили, во-первых, вот такой десерт с символикой Справедливой России. Антон, я не знаю, я еще не продегустировал, ты попробовал, как тебе? Да. Отличные макароны. Макароны. Вкусные, да. Прекрасно, может быть, кто-то еще из нашей редакции захочет угоститься. Также подарили мне вот такую гигантскую, очень тяжелую книжку, книга о России в честь 75-летия Великой Победы, видимо, прошлогоднее, прошлогоднее издание. Но тут, среди прочего, я, конечно, пока не детально пролистал, но это такая энциклопедия России. Тут есть, например, отдельная страница, посвященная русскому застолью. Я надеюсь, сейчас будет видно. Вот тут кадры из фильмов. Шампанское, оливье. Ну, в общем, действительно, такое классическое русское застолье. Мы его узнаем. Есть еще отдельная страница, которая посвящена русским спецслужбам. Тоже их истории. В частности, приводится пример крайне успешная, как тут сообщается нам, спецоперация в Беслане. Ну, так или иначе, в общем, ни книги, ни литературой мы хотели заниматься. Третий, самый важный, наверное, подарок, который мне вручили, это вот такая папочка. Тут блокнот, была ручка. И здесь же программа «Справедливая Россия», «Патриотов за правду», теперь эта партия называется вот так, поскольку это синдикат из трех. И главный вообще, как говорится и в этом манифесте, и в дальнейших высказываниях Сергея Миронова, сопредседателя этой партии, сейчас мы их послушаем обязательно. В общем, главный пункт этой программы – это борьба с бедностью. Что предлагает Миронов и его партия? Повысить уровень прожиточного минимума до 31 тысячи рублей, повысить размер пенсии до 31 тысячи рублей, повысить стипендии для студентов и снизить максимально допустимую долю расходов граждан на услуги ЖКХ с 22% до 15%. Ну, собственно, что я буду рассказывать, давайте послушаем самого Миронова. Тремя колоннами, колонна правды, колонна патриотов и колонна справедливости, мы пойдем на штурм, на штурм бедности. Потому что дальше смиряться с этим положением невозможно. И краеугольный камень, вот центральное направление всей нашей работы, всей нашей программы – это, конечно, борьба с бедностью и ликвидация бедности. И когда нас пытаются обвинить в популизме, говорят, что денег нет, но про то, что денег нет, но вы держитесь, мы с вами все хорошо слышали. Деньги есть. Держите, дорогие товарищи, говорим мы, от нашей партии, и мы дадим эти деньги. И мы знаем, где эти деньги взять. Я сейчас не буду томлять вас цифрами, это все есть в нашей программе, но деньги реально есть. Деньги есть, держите. Ну, вот каламбуру от Сергея Миронова перепевка известной фразы. Ну, вообще, Миронов сегодня, по сути, солировал. Я был на предыдущем съезде партии, он был еще не такой официальный, это скорее, как бы, новые члены этой партии друг к другу притирались. И там, в основном, выступал Захар Прилепин, выступал его друг Джанго, вручали партбилет Стивену Сиглу, который, кстати, тоже сегодня присутствовал на съезде. Ну, в общем, тогда никаких, по сути, серьезных вопросов не решалось. А сегодня уже голосовали по поводу принятия программы, по поводу выдвижения конкретных людей. И сегодня, как бы, роль лидера на себя взял Миронов, опытный партийный деятель, который, ну, уже далеко не в первой избирательной кампании участвует. Но у него довольно смелые планы и предположения о роли его партии в предстоящих выборах. Все партии борются за власть, а мы будем бороться за наших игроков. Будем бороться за нашу справедливую, саталитическую родину, которая обязательно такой станет. И я уверен, все у нас получится, потому что у нас мощная, сильная, сплоченная команда. Мы рассчитываем, как минимум, на второй результат. А слова, как минимум, говорят о том, что мы готовы и, как я сказал, потолкать Единую Россию и бороться за первое место. Слово «главное» за избирателями. И я уверен, что они нас поддерживают. Важно, сегодня были приняты списки партии, с которой она пойдет на выборы. Естественно, ее возглавили три сопредседателя. Это Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин. Но также в списки вошли телеведущие Екатерина Гордон, худрук большого московского цирка «Аскольд Зоопашный», телеведущий Глеб Пьяных. И возглавил вот этот федеральный список, наряду с Прилепиным, Мироновым и Семигиным, кинорежиссер Владимир Меньшов. Его, к сожалению, сегодня не было на съезде. Он заболел коронавирусом. Но о его выдвижении мы поговорили с Захаром Прилепиным. Меньшов появился в самом начале существования партии «За правду». Вот просто он был один буквально из отцов-основателей. Нас с ним связывала долгая дружба, потому что Владимир Валентинович, по-моему, и не скрывал даже, что он передал мне в свое время миллион на помощь Донбассу наличными деньгами. Ну и там и дорогие подарки для бойцов ополчения. Я его знаю, но лет, может быть, там 10 последние. Поэтому тут несколько другая история. Я ее, опять же, не скрываю. Мы с ним встретились в момент основания партии. И просто пообщаться по старой привычке. Он спросил, Захар, какие новости? Я говорю, я партию создаю. Он говорит, а я к вам приду. Я говорю, да вы вроде вединая Россия. Он говорит, да ну и что? Я приду к вам. Поэтому тут, ну, это не совсем корректный пример. Понимаете, мы с тех пор, у нас, по сути, никого и не появилось. А Владимир Валентинович Меньшов и неупомянутый вами Стивен Сигал, они были в самом начале этой истории. Ваши позиции по Донбассу, вы говорите, он вам деньги передавал на помощь ополченцам, совпадают? Ну, это спросить надо у Владимира Валентиновича, безусловно. Он русский патриот и отношение у него к этому совершенно безоговорочно. Я знаю, что он должен был играть главную роль в фильме «Убийство городов» о Донбассе по опросе Александра Параханова. Но, к сожалению, этот проект не удался, не получился. Бортко, замечательный режиссер, должен был его снимать. То есть, ну, все понятно. С выбором Меньшова тут никаких вопросов не возникает. Пока Захар Прилепин рассуждал о русских патриотах настоящих, Сергей Миронов все-таки делал политические высказывания. Так он рассуждал о появившейся недавно новости тоже с подачи Захара Прилепина о том, что может возникнуть левый блок на этих выборах в Государственную Думу. И туда войдут и «Справедливая Россия, патриоты за правду», и КПРФ объединиться. Прилепин недавно приходил на съезд КПРФ, пытался встретиться с Зюгановым. И, в общем, как будто бы они даже назначили какую-то встречу, на которой обсудят вот это вот совместное выдвижение. Но вот Миронов сегодня говорил о том, что все-таки это будет не совместное выдвижение скорее. А, возможно, уже после выборов договорятся о том, что составы этих партий в Государственной Думе будут действовать сообща. Также Миронов говорил и об умном голосовании Алексея Навального. Он говорил о том, что это иллюзия, цитата. Дело в том, что когда мы видели результаты так называемого «умного голосования» в некоторых субъектах Российской Федерации, и тех, кто говорили, какие замечательные результаты, они не очень хорошо смотрели реальную статистику и реальные результаты. Ну вот после этих слов вспоминается довольно много кандидатов от партии Сергея Миронова «Справедливая Россия», прошедших в разные законодательные органы, благодаря именно умному голосованию. Самая яркая история, которая вспоминается мне, это Магомед Яндиев, который выиграл выборы в Московскую Государственную Думу в 2019 году. Это депутат, которого тогда никто не знал, и шел он по одному округу с Валерией Косомарой, проректором высшей школы экономики, у которой был очень высокий рейтинг и очень большой административный ресурс. Но Яндиев, благодаря умному голосованию, которое призвало за него голосовать, выиграл эти выборы и сейчас сидит в Московской Государственной Думе. Тем не менее, Миронов не считает умное голосование эффективным. Ну, ладно, это все какие-то серьезные политические вещи, которые обсуждались сегодня весь день в Крокусе, на этом съезде, много гостей и так далее. Все равно закончилась все песня. Исполнитель Джанго, большой друг Захара Прилепина, под конец вышел на сцену, и вместе с и Прилепиным, и Мироновым, и Семигиным они спели. Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная, и нет других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, Меня мое сердце в тревожную даль зовет. И нет других забот. Ну, вот такие итоги сегодняшнего съезда и начало избирательной кампании партии «Справедливая Россия за правду». Да, Сергей Миронов прям какой-то вторая молодость у него, по-моему. Очень активный и очень... Да, он был сегодня невероятный. Мне вот это шеф-редактор наш Илья Шпилин подсказывает, что мы должны съесть пирожные от партии «Справедливая Россия за правду». Илья, я думаю, что, честно говоря, поскольку они полдня уже на жаре, они могли испортиться, мы не будем рисковать, но... Но я уже днем пробовал. Спасибо. Да, отличные. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru, слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.